Здарова всем ребят, с вами Хилхёртс, и сегодня у нас немного новостей насчёт сервера SkyMP. Чтобы сразу не томить тех, кто ждал видео о включении сервера, сервер ещё не включили, однако поделились некоторой информацией. А раз я обещал держать вас в курсе, то сейчас по-быстрому всё расскажу. Сегодня 14 числа в дискорде разработчиков был пост, где рассказали из-за чего технические работы идут так долго. Давайте сразу о самом главном, что всех интересует. Сервер не умер и не собирается. Такой длительный период технических работ обусловлен желанием разработчиков максимально качественно внедрить новые технологии, которые в будущем позволят избежать непредвиденных проблем. Как по мне, то это очень правильное и взвешенное решение, чтобы к началу второго этапа тестирования осталось как можно меньше различных проблем. Теперь же, когда всё самое важное уже было сказано, давайте пробежимся о планах разработчиков, которые остались прежними. Будет внедрён новый API, который в будущем позволит внедрять новый контент гораздо быстрее, в первую очередь это касается интерфейса. Наконец будет новый интерфейс на Хрониуме, который разработчики уже обещали и даже показывали его скрины в своих видео. Это колоссальный объём работ, так как весь интерфейс придётся переделывать с нуля. Кроме основного интерфейса будут новые системы таверн и кланов, и это лишь малый пример. То есть новый интерфейс позволит гораздо удобнее следить за составом гильдии, а также упростить систему управления тавернами. А если всё пойдёт хорошо, то, возможно, процесс купли-продажи недвижимости будет также реализован в Хрониуме. Но обо всём этом, как обещают разработчики, мы узнаем позже, по мере внедрения на сервер. Будет очень мощный античит, который искоренит читерство на корню. Как уже говорилось, античит будет на серверной стороне, что серьёзно усилит защиту от нечестных игроков. Разработчики говорят, что переписали сервер и сделали рефакторинг клиента. Также появился новый инструментарий, который позволит взаимодействовать с сервером гораздо удобнее, будет меньше вылетов и лагов. Помимо этого, сервер сможет держать более 2000 игроков в онлайне, а в одном месте смогут находиться около 1000 игроков без серьёзных скачков пинга и просадок фпс. Однако здесь сделана оговорка насчёт железа, на котором запущена игра. Чем старее ПК, тем более заметные просадки могут появляться. Ещё разработчики сказали, что клиентскую серверную часть разрабатывает всего один человек – Леонид Поспелов, за что ему огромное спасибо. Разумеется, такой объём работ требует достаточного количества времени для планомерной и грамотной реализации. Дневники разработчиков не обновляются только потому, что сейчас толком нет новой информации, происходит улучшение сервера, как было сказано выше. И позволю себе процитировать последние строчки из поста. Рекомендуется ждать обновления, иметь совесть и не паниковать. SkyMP не умер и не умрёт никогда. А задержка связана лишь с тем, что команда не хочет выпускать сырой продукт даже в открытую бету. То есть, парни, всё идёт к тому, что уже очень скоро мы все сможем поиграть на втором этапе тестирования. Остаётся только набраться терпения и ещё немножко подождать. Уверен, что разработчики прикладывают максимум усилий. Вроде бы это всё. Ссылка на группу разработчиков будет в описании, так что все заинтересованные могут вступать. Я и дальше буду держать в курсе. С вами был Хилл Хёртс, всем по новому графическому интерфейсу и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok